привет зритель говорят я давно не жрал на камеру аж 12 дней не выкладываю видео при на меня ухо чешется ты уж меня простил меня чешется ухо я потом закапал меня тут сметана есть а еще суп я такое дело но тогда был желтый кабачок а тут обычный кабачок наш короче это самое у меня есть родственники у которых есть кабачки которые практически как тыква желтые мы едут кабачок морковка семена чая кусок сливочного масла вода потом блин как звать то его укроп и соль укроп с солью как заправка такая я туда уже сначала сварила кабачок и морковка без шкурки потом пробила блендером потом добавила семена чаю а потом укроп с солью а потом кусочек сливочного масла я думаю что можно было так тут остатки сметаны вообще сметана прошлогодняя она была по скидке 33 с копейками ну грубо говоря 35 рублей и срок у нее был до 31 декабря прошлого года я снимаю никакой кей другой агрегат он у меня стоит прям передо мной на таком штативчике у меня есть трипут и к нему палочку и покупала это значит ну как бы изначально ты его возможно воспринимал бы как один полноценный штатив для микрофона пушки но на самом деле трипута еще такая и еще монопод доход она сейчас стоит на триподе я слепая как курица точнее слепая курица я с расстояние не знаю сантиметров 45 от камеры до от монитора камер до меня не вижу штативчик который ну крепление короче справление с телефоном меня еще не пришло но она как бы уже внезапно сегодня прошло некую оби в россии есть такая оби я хочу потом загуглить посмотреть что за об я на реке заказала но когда придет я прикреплю этот агрегат на держалку для телефона телефоны от агрегата потом эту держалку поставлю на штативчик и возможно мне будут на экранчике дополнительным видно лучше да как у меня этот смартфон сестры он слегка глючновато я потом буду как бы другой покупать вообще я бы хотела до потопную модель айфона которую поддерживает этот агрегат и на озон есть какие-то восстановленные до потопные модели айфона аж от 13 тысяч рупий если ты хочешь чтобы видео были круче и круче то это можешь мне задонатить там где-то будет облако за донатиле если ты как недавний зритель привет сестре они окажется это два человека они один аккаунт они один человек зуми аккаунтами вопрошаешь сколько раз будут монбанги если я подпишусь на будь бусти будучи из россии за 300 рублей в месяц из них 270 получит лёля 30 откусит бусти 30 рублей ну принципе нормально откусывать 10 процентов всего лишь они как youtube то это как бы 3-4 раза в месяц я даже могу постараться раз в неделю снимать если там вот вот физическое здоровье позволять и при этом не будет глючить какая основная флешка потому что я вот за последние три месяца у меня вылезла из моего бытия аж три флешки 2 на 64 гига и 1 на 128 гигов это знаешь очень проблемно учитывая что у меня уже три с лишним года есть материал ну короче и флешки с материалом который никак не постепенно монтируется я не знаю может вот так отодвинуться мне кажется что вот так вот горблю чтобы в камеру влезть но возможно я влезаю в камеру у меня настроена чтобы она следила за моей мордой лица так вот она как бы на густе вроде написано 3-4 раза в месяц такая крышечка интересная на из синего пластика ты меня прости зритель там сметана мне хочется ее лизнуть на еще такая когда открыл эту сметану так вот что сметана была до 31 тут также написано стаканчики от 13 декабря до 31 декабря прошлого года так прикольно 13 31 300 грамм она 15 процента резной палисад натуральные вологодские продукты я еще тот ролик съесть или выкинуть который записала перед новым годом не смогла смонтировать я постараюсь на днях это сделать а еще с этим монтаж вчерашнего смр собираюсь делать так вот хорошая сметана 2 15 процента не то не все а тут я кроме густая густая я как раз купила ее думаю ну у меня там салат год перед новым годом за маслю где-то был платочек агрегат не изучайте изучать с одной стороны меня давно уже так подмывала сказать прикиньте у меня тут есть один агрегат но тогда большинство зрителей скажут лёля раз у тебя есть возможность на какой-то там агрегат на хрен поддерживать нам твой канал а потому не буду говорить считайте что я просто нашла некий агрегат на который можно тоже записать пока у меня там допустим не фурычит флешка в основной камере но я считаю что пару раз на камере случается баг он у меня случался на трех разных флешках samsung разного самсунговского производства современные такие флешки вот допотопные флешки которые покупала его плюс его чего-то там еще они отличные у них нет такого так вот пару раз мне камера на каждой флешке писала нет памяти я думаю как нет памяти там еще на 7 с лишним часов но хотя бы я благодаря этой самсунговской пардон не до флешки узнала вообще-то было полотенечко для лица она у меня висела на веревать ну на такой фигне за туалетом ну смысле толчком не при старескана и моя кошка фигак его вниз и она стала грязненьким уже не для лица только для рук я его суда взяла мохнатеньким хорошо со стола стирать и руки мне нравится мохнатенькими протирать ну и лицо соответственно потому-то у меня капнула сейчас этим протерла короче я узнала благодаря этой недоплешки samsung сделаны для хрен знает какого рынка хрен знает каком году не для россии с алика что моя sony и камера на которой пишу обычно уже вот четыре с лишним годом сейчас и не на нее пишу но чаще всего я сам и это же на не писала 4 с лишним годом и она воспринимает себя флешку до 100 28 гигабайт потом я разбогатею возможно благодаря тебе зрителя хочешь задонатить лёля вот флешка который мне надо на алике на озон стоит чуть меньше двух тысяч та самая нужная скорость и хорошо пишет хорошо скидывается ничего не глючит сандиск фирма 128 гигов вот она чуть меньше двух тысяч можно донатить только на через систему быстрых платежей ты знаешь мой номер телефона его раньше можно было найти потому что у меня на этот номер телефона был киви на киви больше нет на карту виза датейшн и алерт 10 процентов он правда схавает себе но это уж так на века пэй на юмони это бывший язык деньги или каким-то иным другим способом или просто заказать на мое имя предоплачиваемый заказ на базу выдачи которая ближе ко мне я сейчас не очень помню адрес ну ты можешь у меня в личных сообщениях телеге или еще где-нибудь телега кстати его forever это вот сам сама моя телега там еще блоги есть в инфобоксе узнать у меня какая база мне ближе озона ревайберис и заказать мне эту флешку как раз скоро он православное разрешено хоть я его не отмечаю но тогда не будет проблем хочется записать хавчик на камеру все основные флешки забиты они основные на которые я вот думала что я на не буду весело писать сдохли или могут подходить только для юзабельности допустим как просто флешка какого-нибудь какой-нибудь текст на нее скинуть текстовый каком-нибудь компей и упадут но не для камеры флешка которая на 128 гигов с алика там была заявлена скорость как мне надо я потому и на нее ориентировалась на самом деле скорость там очень низкая так что иногда проблема бомбанка смр или еще какого-то обзора идет упирается в то на что писать ничем писать а на что писать на саму флешку потому что блин я же хотела пожрать вот с этими хлебцами с которыми что-то так прониклось мне есть вообще хлеб белый холодильнике я когда сидела на вынужденной диете с гастритом у меня хлеб был порезанный батончик я часть хлеба убрала в холодильник думаю блин он же помрет раньше чем я его съем и вот там нелапно что-то еще есть а вот эти мне что-то так понравились я их магните за 30 рублей с копейками доктор грайн энергия жизни в каждом продукте причем точно такие же хлебцы кажется моя цена или магнитная вот это вот магнит ну буковка м магнитной короче чисто магнитовской этой фирмы магнитовской магнитовского производства один в один 80 грамм в составе пшеница как вот тут правда вот этим ни одна пачка попалась там соль чувствовалось но может случайно попалась и они вот столько же количества 1 этажа упаковка одинаковая цена упаковки ну вот эта фигня только производство разное хлебцы пшеничные ростовские хрустящие без дмо стопроцентная пшеница короче что-то не метр понравились я их тут чая хаячила супом хомячила на 2 у меня ничего нету потому что у меня сегодня завтра был такой между вторым и вторым я сейчас наверное как-то это пристану налью себе чая вообще что-то подсела на кофе я сегодня сделала все тройной и легкий кофе вот здесь еще что-то можно выскобить может это как-то было обжила моя бабуся на обсуда это налила каких-нибудь щей облила вот так потрясла бы и в суп вылила но у меня суп очень густой было бы она поменьше пониже я бы кошки это выдала она бы обрезала сюда пока поставлю короче говоря это при руси наверно сейчас и заодно гляну как у меня писалось а и у меня тут есть просто еще что-то поесть вот я тут слегка его подальше эту агрегат отставила у меня тут черный чай обычный самый дешевый с сушеной клюквой ну так получилось что у у меня клюква высохла я решила ее досушить и заваривать в чай вообще она как бы ни хрена не счется у меня тут есть чернослив я сегодня купила перед новым годом я забирала заказы с вайсбери с которыми там подписчица катя прислала подарок на новый год потом этот самый как он блин на зоне у меня был наполнитель для кошки потому что как-то получилось что он закончился и древесный нигде не купить и я попутно было порт задания зайти купить чернослива 250 рублей за килограмм без косточек в этом самом в мире фруктов но там за наличку да вот мне религия не позволяет руками отобрать вилочкой удобнее я подумала раз там такой дешевый чернослива последний раз я покупала год назад за 500 чем-то на может чуть дешевле на озон или вайберс я уж не помню и он был чем-то обработан слегка местами заплесневелый и соответственно дорогой и выглядел так будто шкурку сняли взяли черносливину выгребли оттуда косточку всю мякоть и оставили одну шкурку и он назывался болончик не знаю что за дичь я подумала почему бы вот такой не попробовать может он конечно тоже какой-нибудь хренью обработан но выживешь и понимаешь что там что то есть не просто шкурка но это чернослив у меня тетя использовала в двух десертах один десерт исключительно на год делается я подумала что если будут в тех краях специально не поеду но если буду то зайду и куплю я на 652 рубля затарилась я купила чернослива для каких-то курмы дорогущие цену я не знаю вот то что ближе было я увидела а фрукты цену я так подозреваю что там все фрукты в разы дороже чем даже в нашем дорогом магните дорогом смысле финансово финики 195 рублей за килограмм там были финики какие-то видно что они промаслен варились в сиропе были какие-то которые мне не нравятся и обычные финики вот типа таких я купил обычные финики уже две вот эти фигни чернослив финики у меня есть грецкие орехи но они не такие они не настолько светлые как были на картинке на вайбере за 260 что ли я их чем-то покупала я не помню монтировал этот ролик или нет потому что одна флешка у меня пробилась файлы и в общем надо ставить на винду какую-то привлоду чтобы потом через нее восстановить эти файлы потому что как бы они открываются через linux но их нельзя в монтажку там такой формат интересный получился я увидела это 295 рублей за килограмм эти орехи они крупнее даже чем те орехи что у меня я просто первый раз такие крупные вижу и они именно такие такого цвета как вайберис были на картинке или вазон я уж не помню я их покупала короче они светлые но по большей части все крупные некоторые поменьше вот есть встречаются и потемнее но они короче светлые я думаю чтобы не купить немножко чисто для сравнения правда я вспомнила что мы вот с тетей как последний раз грецкие орехи с ней когда ели у нас очищенные у меня и у нее по моему были очищенные тогда вот уже очищенные продавались а она их замачивала в воде а потом подсушивала и в них горечь пропадал они вкуснее становились я про это забыла тут поела и поняла что действительно надо так сделать и вот еще финики 145 рублей вот такая коробочка я раньше подобные финики но не в этой коробочке первый раз такой покупаю покупала у нас в ашане есть магазин он раньше назывался мин дальше специи орехи или как-то так или орехи и специи но на чеке до сих пор все равно оставался миндаль ну название сменили потому что поставщик сменился как имя сказали это вот такие можно было купить за 150 рублей такую коробочку последний раз когда замгло с лишним назад покупал так подобные финики они были слегка уже испорченные хоть меня уверял продавец что вот прям свежий привоз тут на коробочке изначально написано что это производство сентябрь от прошлого года только сентябрь 22 года уже понятно что они более-менее реально свежие они хрен от какого года 145 рублей я что-то увидела думал можно купить я помню из таких можно во первых и вкусно чая во вторых можно косточки достать измельчить с орехами если вы своей какие-нибудь конфеты нужно конечно заморочиться и купить где-то обычно 300 400 рублей за полкило финиковой пасты уже измельченные финики без свежие измельченные книги без косточек и сделать из нее уже эти конфеты но что-то последний раз у меня как-то во первых мне попалась финиковая паста из дати вообще параша подделка какая-то не помещу но только для покупала нормальная фирма финиковую пасту получилось то что про нее забыла на меня лежала я ее уже просто доедала с чаем уже в чистом виде и да у меня тут тоже вилочка даже а вот такие с вилочкой кстати в том магазине продавали всегда по 300 тут 145 рублей я сейчас пока этот чай наливала собрала попить чашку точнее было глянула немножко как у меня там видно ну поэтому отодумала потому что вроде кусочек головы срезался но как бы можно было на другой штативчик поставить меня пока приноравливаюсь еще к этому агрегату ну и это я просто подумала что может так удобнее год вилочку не в обиду никому но в каком-то году кто-то из зрителей сказал верующие великую леньку вообще-то с тифаретника пришло причащается раба божия можно было бы сказать как бы сказал мой дедушка но так как это я сам себе бог то я даже не знаю как это сказать только вот бумажку надо какой-нибудь у меня еще есть шоколадка которая была в обзоре вчерашнего видео если ты смотришь не только хартики на камеру но и просто обзор это вот там и была такая шоколадка я сейчас ее достану я вообще с ней хотела попить он сюда костюшку выкинул сладкие очень сожрал один финик нет баррикана на будет освободить место потому что это кошка обычно сюда лазет ну она сейчас в комнате торчит на удивление вот что удивительно может она к соне камеры неровно дышит и когда я снимаю на соню камеру и камера стоит на штативе рядом с микроволновкой микроволновка ну напротив правой руки скажем так слева по борту если стоять спиной ну лицом сюда кошка обязательно хотят пройти по столу чтобы загородить виду камеры это наверное она еще пока не поняла на мое счастье либо она просто не признает другие камеры честно это что-то вкусная эта шоколадка кстати зритель что ты думаешь насчет восстановленных снятых с производства смартфонов потому что про это вообще впервые в жизни узнала на зон недели где-то три назад ну как бы если приложение для моего хонор 9а было сделано под агрегат который мне нужен ну на который я снимаю то и проблем бы не было но вот не все приложения на хонор хонор 9а есть потому что с гуглем то он не дружит ну и еще эта дырка у него не такая как надо не юсб тайп си кстати я люблю шоколад с печеньем у меня тут было печенье такое песочное мне подружка к чаю принесла тридцать первого от десятого мы с ней просто собираемся я еще подумала я же сама могу такое же печенье сделать он уже варенье дофига но у меня печенье захамечилось а пока еще до сих пор ничего не спекла не сподобилось только мясо вчера запекла но хлебцы печенье с шоколадом вкусно прикуску интересно хлебцы должны тоже вкусно быть хотя я этих лет и хомячу вообще без никто просто всем тоже вкусно причем не явно не хватает чего-то чего есть в этих хлебцах или этих хлебцах потому что раньше я покупаю такую упаковку хлебцах они у меня полгода стоят там за ним приходят гости к чаю и так и захоначивают эти хлебцы уже просто гость какой-то они у меня так лежат и лежат и один кусочек все и дальше лежат четвертая пачка подобных хлебцах вторая вот такая и вторая не было чисто вот магнитовские этой марки не помню какой не четок вот так отодвинусь а потом на компе гляну как это выглядит на самом деле я и на соню камеру то если не управляю с телефоном не вижу ни черта что там на экранчике творится хотя он сразу три больше вот этого с такого-то расстояния если тебе такой формат зайдет зритель несмотря на то что вначале немножко часть башки срезалась а я там долго трепалась а только лапами махала от тарелки с супом было видно только верхушечку сам суп дай знать камеру я потом еще раз на подобное запишу у меня еще есть поменьше штативчик он совсем маленький ну если раздвинется ножки это триподик от стадикама который до сих пор сплошного года еще не смонтирую немножко на канале в кадре он где-то попадался просто снимаются у него такая же вот это 1 4 или как вот этот винт универсальный винт который под любую практически по зубу универсальную камеру идет это фейутич ну как бы вот так может стоять но это удобнее если просто держать и вести вот там стадикам или чему-то приделать его и вот просто вот так стоять но так он это очень низенький такой получать на этот наверное с раздвинутыми ножками ну сантиметров 10 или 7 над столом да я совсем забыла что вот эта шоколадка полосочка я помню подобные упаковки приносила еще когда первый раз была в белорусске а потом уже у нас увидела продаются другую шоколадку какую-то молочную с какой-то там начинкой кофейный такой и там тоже такие полосочки 8 таких штучек вот тут осталось 4 штучки и еще одна четвертая штучки как бы у меня там сзади есть это сахарничка но я уже сожру вот этот кусочек что он тут такой одинокий славкаешка целый финик сожрала 3 штучки наверное черносливика и целую полосочку шоколадки 25 грамм ой с люкой думаю что-то у меня ложка какая-то странная чай с ложкой обычно пью а то с люкой так вот я тут что-то на кофе подсела и сегодня 7 тысячайних ложки розового буси да нафигачила в эту чашку залила потом немножко еще молочка сверху замешала кайф прям чувствуется такой кофе-кофе ну а если чайную ложку то просто такой легкий кофе обычная чайную ложку кладу а то сегодня что-то я 3 ложки сразу нафигачила да и вообще у меня этот кофе стоит с весны прошлого года с марта наверное с прошлого года в основном я им его заваривала подружкам подружке потому что она любит кофе он когда приходит ко мне ну у тебя опять какой-то дорогой сыр мы такой не покупаем а чё нормально ну типа обычно это не купить я говорю знаешь я пошла к выводу что если купить какой-нибудь супер дешевый сыр и он при этом не всегда даже сыр по составу то его даже кошка не ест и чё он лежит дохнет это просто выкинутые деньги на ветер по майку лучше купить ламбель, ларец или этот российский и угличевский сыр они подороже но по крайней мере их есть можно аналогично с кофе ну кофе как-то это я редко сейчас пью я больше сыгой там какой-нибудь короб одно время я очень сильно пила года три подряд наверное там старая мельница называется там это ячменный кофе а вон что-то я его в Ашане не видела я его всё про запас покупала по три-четыре пачки сразу сто гробовых я думаю что там не было в Ашане ну предпоследний раз я там была и не была последний раз тоже не видела думаю да ладно у меня есть цикорий у меня есть короб я чувствую что у меня на лице капля чая я чувствую что у меня на лице капля чая не надо ее вытереть чем-нибудь кто-нибудь скажет почему у тебя нет салфеток ну нет у меня салфеток а у меня есть мягкая туалетная бумага ну за ней надо оставать с этим то что туалетной бумагой можно пользоваться вместо салфеток я узнала от своей подружки у них вечно какой-нибудь рулончик белой мягкой туалетной бумаги лежал на кухне в квартире ее мамы если бы она была высморкался там рот вытереть руки отрывалась это кусочек мягкой туалетной бумаги рулончик по сути дела это как вот эти бумажные салфетки рулончики только располагированы наполовину по сути дела при чем жесткие такие хлебцы тоненькие есть не могу не очень жесткие даже для меня вообще мне кажется ну пищевод царапает вот такие хлебцы мне нравятся еще бывают такие вафельные хлебцы раньше их еще на развес одно время продавали но я им типа как бы детстве серенькие такие я давно такие не видела их в пашках продавали еще на развес я помню покупала на 300 грамм я куплю с тобой огромный пакет я на вайбере сегодня забрала ну как оно давно пришло но что то я была то мне было не когда в гости я ездила то я как то была не в кондиции куда то ехать то скользко тоже как то он чуть длиннее чем был заявлен я его увидела еще в середине осени подобный мешочек это не вилон вроде еще там какой то лавсан или хрен его знают короче мне нужен мешочек в котором можно варить растения и при этом не процеживать фигах с мешочек растения не сушеные тряхцы завязал фигах с этот мешочек большую кастрюльку на ленту головы варишь потом вытаскиваешь этот мешочек отжимаешь при случае и отвар для волос готов без всяких процеживаний еще одно время я процеживала через сито ну дыр шлак там дырки крупные а есть некоторые тряпки которые очень мелкие потом я процеживала через кусок скани какая нибудь там старая простыня порвалась старый пододеяльник что-нибудь такое ну пододеяльников и простыней старых не напасешься а я подумала что надо мне одно время варила в мешочке типичном но тоже не все такое там не совсем удобно мешочек тоже может порваться древний такой ну почему он взял из какого там бушного хлопка бумажного ну хлопка короче штарого тоже может откинуть копыта я внезапно и на вайберис увидела эту штуку покупала на вайберис за 200 с чем-то он что-то для затирки сода используется для процессирования сыра еще какой-то фигни бывает с круглым дном бывает вот такой он был написан 20 на 30 сантиметров а тут оказалось 20 на 45 ну по волке если он что-то он как-то больше чем альбомный лист он взял тут больше не меньше а еще и заказала себе у меня там была спирулину с хлореллой повторно 60 капсул но это тема для следующего мунбанка я там Аня тему запросила приложила точнее просто я когда их хлопала я поняла что у меня как-то сбои в пищеварении резко бывают а тут случился перед новым годом какой-то суровый сбои в пищеварении а дострит уже как бы прошел своим обострением а я подумала что можно наверное повторить не месяц а вот недели три эти капсулы флорелла и спирулина специфически воняют до ваплу ну за счет того что они в капсулах там меньше этот запах проходит в крошке то воняло бы их вообще трендецом подорожали мало я покупала примерно чуть дороже чем те которые 90 капсул тут 60 капсул правда фирма сыхал другая но по сути это что тоже самое я пожру буду сначала одно монтировать потом другое монтировать вообще три дня назад я собиралась затайпить одну маленькую милую дочь которую один мальчик скидывал ну увидела его в одном чате вконтактике мне тупо понравилась рисовка из гг я только уже по переводу поняла кто мне нравится по рисовке тика ну да по героям агиры как игра по мазоке так вот я запрягла товарища в перевод и думала что сразу затайплю но получилось так что он перевел и затайпил еще одну главу там одной мангой и пришлось босить ту мангу а потом в гости потом еще что-то точнее после гостей ну как там хоть они курили не при мне но все равно там как бы без меня то они курят там где я сидела короче у меня очень такая странная реакция организма на собак от конъюнктивита до просто хренового самочувствия и вчера у меня было что-то не до чего особо я полдня валялась а потом записала пару роликов ну а сегодня уже это думала потайпить но скорее всего буду монтировать некогда потайпить завтра придется потайпить не надеюсь потому что она такая рождественская надо до 7 января как-то ее хотя бы вконтакте выложить как бы ни никаких дедлайнов нету но было бы прикольно допустим хотя может наверное и до 10 января там нормально выкладывать но я читал как-то все равно по большей части 2 суток модерация вот эти где как а как вконтакты залил в статьи и сразу читали там уже клин уже готов кстати зритель ты любишь подобные хлебцы не я уже есть не буду просто показываю у меня тут платочек есть да не стесняйся напомнить мне в комментах если какого-то там видео давно не было а тебе охота а если ты еще и подпишешься на бусти асмр или мунбанги или просто закинешь меня донатом то прям на правах донатора можешь сказать лёля ты тут задонатил засними ближайшие 3 дня такой-то ролик но это все в пределах темы правил сообщества youtube и тем канала потому что допустим асмр ролевые я пока морально не готова например всем спасибо за компанию надеюсь вы пожрали ну это всем пока пока